Как у нас заводится. Ну, пол пинка, давление сразу же пропало. Внедорожник подготовлен для работы в зоне спецоперации. Его своими руками полностью восстановил пенсионер из лоботанги Валентин Мартюшов. Рассказывает, если эта ласточка поможет ребятам и спасет чью-то жизнь, будет счастлив. Это первый тест-драйв или уже ездила машина? Нет, первый тест-драйв. Она еще не ездила. Перебрал ходовую двигатель, поставил новые тормоза и хорошую резину. Покрасил. Вложил больше 200 тысяч. Для пацанов на передовой не жалко. Боевое братство для бывшего десантника не пустой звук. Задержал обидно. Надо же помогать в любом случае. Сейчас вся страна помогает. И что, я в стороне, что ли, останусь? Сегодня пенсионер-ВДВшник часто пересматривает дембельский альбом. Служил в Литве. Их часть даже снималась в фильме в зоне особого внимания. С тревогой и надеждой смотрит в будущее. Говорит, обидно, когда сносят памятники и переписывают историю в угоду чьим-то интересам. Сейчас там в Козлорусском учебном центре, который у нас считался самым лучшим ВДВ, сейчас эти базируются натовские войска. Это вообще просто беспредел. Это они уже под самым боком России. Уже известно, где будет служить внедорожник. Его передадут в отряд разминирования. К выполнению боевых задач машина полностью готова. Нива чем хороша? Маленькая, маневренная. Везде проходит. Ремонт пригодная, самое главное. Можно починить в полевых условиях запросто. Ну да. Это сто процентов. На этом пенсионер-механик не остановится. Хочет восстановить два автомобиля. Еще одну Ниву и микроавтобус для перевозки раненых. Ямальцы активно включились в такую работу. По запросу на передовую ходит самая разная техника. Боевое братство своих не бросает. С бойцами у ветеранов связь налажена. Дмитрий Усов, Александр Елтышев. Время Ямала. Лабытнанге.